Добрый день, уважаемые жители Готисти нашей республики. Сегодня, 21 апреля, мы отмечаем, к сожалению, рост новых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки было зарегистрировано и выявлено 74 случая. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в городе Якутске 49, в Алданском 7 случаев, в Мегино-Кангаласском и Нерингринском по 6 случаев, в Чермчинском 3 случая, в Тампонском, в Уселданском, в Кангаласском по 1 случаю. Мы продолжаем активно проводить тестирование, исследования на ПЦР, ИФА и ИХА исследования. Так, за сутки было проведено 1971 исследование на COVID-19. Всего за весь период пандемии у нас проведено более миллиона тестов исследований. Если говорить о вакцинации, то на апрель месяц у нас в республику поступило 114 412 доз вакцин. Значит, это гам-ковид, спутник ВИИ и эпивак-корона. Использовано на сегодняшнюю дату 86%. Активно получают вакцинацию жители нашей республики. И сегодня это 97 743 человека, которые получили первую дозу. И окончательно закончили 55 691 человек вакцинацию. Если говорить о лицах старшего возраста, то, к сожалению, они не очень активно идут. И мы продолжаем их призывать на вакцинацию, поскольку это очень важно. Они остаются в группе риска по заболеваемости. И учитывая рост заболеваемости, хотелось бы, чтобы они активно тоже участвовали в нашей вакцинации. Всего у нас завакцинировалось лиц старше 60 лет 23 680 градусов. И в том числе завершили вакцинацию полным курсом 12 720. Тяжелых случаев по вакцинации не зарегистрировано. Вы точно так же можете записаться через госуслуги на вакцинацию медицинской организации. Либо же через ИР-14, через сайты медицинских организаций, либо непрямую через регистратуру. Конечно, сегодня очень важно говорить о том, чтобы мы продолжали сохранять наши позиции по соблюдению санитарно-эпидемических норм. Буквально 19 апреля вышел новый указ главы, где вновь назначены ограничительные мероприятия. Так, ограничены работы всех заселительных заведений до 24 часов. Ограничено количество посещений точек общепита. Расстояние между столиками должно не менее быть полтора метра друг от друга. В самом зале должно быть не более 50 человек. И за столом за единым не должно быть более 15 человек. Дальше мы предложили, значит, с Роспотребнадзором уменьшить количество посещений в места массового скопления. Это кинотеатры, спортивные залы, театры. Если буквально недавно у нас было 75% от посещений, то сегодня это опять вновь мы вернулись на точку 50 и не более заполняемости зала. И, естественно, также остаются меры ограничения, значит, по общественным мероприятиям различного профиля, выше 50 человек на одном, значит, из организационных мероприятий, и в том числе выходные и праздничные дни. Все эти мероприятия запрещаются, поэтому мы продолжаем настаивать на соблюдении всех мер, нарушение масок, соблюдение, значит, дистанции санитарной и соблюдение всех мер дезинфекции, особенно на транспорте, в точках общепита. Как мы видим, большинство заболевших на сегодняшний день – это люди молодого возраста и из категории как раз-таки транспортных услуг и, значит, магазинов и торговли. Поэтому призываю все население быть бережным, относиться бережно к своему здоровью и заботиться о себе. Спасибо всем.